Добрый день! Меня зовут Андрей Гаврилов, менеджер AI-проекта в медицинской клинике медицинской компании «Доктор рядом». Вначале несколько слов о нас. Медицинская компания «Доктор рядом» — это популярный медицинский сервис, к платформе которого подключено более 7 миллионов пользователей, которые высоко ценят качество консультации. Веб-РФ инвестировал в нас 1 миллиард рублей. Нам доверяют более 50 клиник-партнеров, и сама компания «Доктор рядом» разрабатывает различные продукты с использованием искусственного интеллекта, об одном из которых мы сегодня поговорим — это система контроля качества медицинской документации. Но прежде чем перейти к самой системе, хотелось бы поговорить, что такое контроль качества и безопасности медицинской деятельности и зачем он в принципе нужен. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности — это совокупность мероприятий, которые направлены на то, чтобы пациенты получали медицинскую помощь в надлежащем объеме и надлежащего качества. Условно, контроль качества и безопасности медицинской деятельности может быть разделен на внешний и внутренний. Разница между ними заключается в том, что внутренний осуществляет сама медицинская организация, а внешний осуществляют органы государственного контроля или страховые компании. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности должен быть налажен в каждой медицинской организации, является одним из лицензионных требований. И при отсутствии внутреннего контроля качества медицинской компании грозит административный штраф до 200 тысяч рублей или при остановке деятельности на срок до 90 суток. Оценить качество базы на медицинской помощи можно, анализируя протоколы врачебного приема. И при анализе протоколов могут выявляться ошибки двух типов — это ошибки оформления и медицинские ошибки. Ошибки оформления не несут опасности для здоровья пациента, но грозят медицинской организации штрафами при внешних проверках. И примерами таких ошибок могут быть, например, сокращение или незаполненные какие-то разделы в протоколе. По нашим данным, примерно 60% всех протоколов могут иметь подобные ошибки. Медицинские ошибки уже несут потенциальную угрозу для здоровья пациента, то есть могут развиваться осложнения вплоть до летальных. И медицинской организации уже грозят не только штрафы при внешних проверках при наличии данных ошибок, но также и иски от пациентов и репутационные потери. Примерами таких ошибок могут быть некорректно назначенное лечение или вовремя нерекомендованная экстренная госпитализация в стационар. И по нашим данным, в некоторых случаях серьезные медицинские ошибки могут встречаться до 10% случаев. Только по официальным данным в 2020 году было выявлено более 70 тысяч осложнений, которые были связаны с медицинскими ошибками. Но все мы прекрасно понимаем, что реальная цифра будет, конечно, больше. За тот же период времени пациенты подали более 2,5 тысяч исков на сумму более 1 миллиарда рублей к медицинским организациям. В бюджетных медицинских организациях в 2017 году штрафы при внешних проверках составляли до 40% бюджетных средств, выделяемых на оплату медицинской помощи. И по мнению самих пациентов, квалификация врача и качество оказываемой медицинской помощи является одним из самых главных факторов при выборе медицинской организации. Суммируя все выше сказанное, мы понимаем, что действительно контроль качества и безопасности медицинской деятельности является очень актуальной и насущной проблемой для медицинских организаций. И предлагаю посмотреть, как выглядит обычный подход к контролю качества и безопасности медицинской деятельности. Сразу оговорюсь, что это такой обобщенный подход, который чаще всего встречается по нашему опыту, но это не значит, что в каждой медицинской организации это именно так. Если в медицинской организации есть несколько крупных филиалов, то в каждом из таких филиалов есть эксперт, который занимается внутренним контролем качества и безопасности медицинской деятельности. Данный эксперт в случайном порядке выбирает протоколы на проверку. Также протоколы на проверку поступают при наличии жалоб от пациентов или при грядущих внешних проверках. В некоторых случаях эксперты, проверяя протоколы в своем филиале, могут подходить предвзяток проверки протоколов, так как они могут быть заинтересованы в том, чтобы показывать более высокое качество медицинской помощи, чем это есть на самом деле. Также в некоторых случаях эксперты могут более лояльно относиться к протоколам отдельных врачей, а к протоколам других врачей более строго, объясняя это тем, что, допустим, этот врач хороший, ему как-то не хочется лишний раз его наказывать и за что-то ругать. А вот этот врач плохой, с ним можно и построже. Также за счет того, что эксперты проверяют протоколы независимо друг от друга, у них формируются разные подходы к оценке протоколов. То есть, если, например, взять один и тот же протокол и дать на проверку его двум экспертам, то с большой долей вероятности они по-разному оценят данный протокол. По завершению оценки протокола эксперты заполняют карту внутреннего контроля в ручном виде. То есть, это может быть на бумаге распечатанный бланк или Word, Excel с последующей распечаткой. На основании данных протоколов внутреннего контроля формируется минимальная статистика и аналитика, которая в основном заключается в том, что подсчитывается общее количество проверенных протоколов за определенный период и сколько из этих протоколов соответствует и не соответствует критериям качества и безопасности. Врачи при обычном подходе практически не учатся на своих ошибках. Это происходит потому, что они получают обратную связь от экспертов только в случае выявления каких-то совсем сильных нарушений. И результатом такого обычного подхода является то, что у руководства медицинской организации нет объективной картины о качестве оказания медицинской помощи в своей организации медицинской. Сами эксперты проверяют не более 2-5% протоколов. И что самое главное, качество медицинской помощи не улучшается со временем и может отличаться в разных филиалах, если его начинать сравнивать именно по филиалам. С многими из тех проблем, которые вот сейчас я озвучил, мы столкнулись и в своей медицинской организации. Для решения данных проблем была и разработана система контроля качества. Рассмотрим схему работы данной системы. Из всех филиалов медицинской организации протоколы в обезличенном виде поступают в систему. И теперь эксперты при проверке протоколов не будут знать, из какого филиала они проверяют протокол и какого доктора они проверяют. За счет этого налаживается непредвзятый подход к проверке протоколов у экспертов, но даже если эксперт каким-то образом понял протокол какого доктора он проверяет, то система настроена так, что она примерно 5-10% протоколов выдает на повторную проверку другим экспертам. И зная это, эксперт при проверке лишний раз подумает, стоит там завышать или занижать оценку при проверке, так как он будет понимать, что это же протокол может попасть на проверку другому эксперту, он его проверит и могут возникнуть расхождения. И нужно это будет как-то потом объяснить. Также за счет того, что настроена перекрестная проверка одного протокола разными экспертами, у экспертов формируются единые подходы к оценке протоколов. Также эксперты начинают проверять протоколы в удобном интерфейсе и по завершении проверки формируется автоматически карта внутреннего контроля, что все вместе может ускорить процесс проверки практически в два раза. Все результаты проверки протоколов отображаются в аналитических отчетах, на основании которых руководители медицинской организации, заведующие, главные врачи могут принимать те или иные решения. Все результаты проверок экспертов рассылаются регулярно врачам со всеми оценками, комментариями и за счет этого врачи могут регулярно видеть, где они ошиблись, где, наоборот, они сделали все верно и на основании этой информации повышать свои компетенции. Когда накапливается достаточное количество проверенных экспертами протоколов в интерфейсе, обучается модель искусственного интеллекта, которая будет… сразу нужно оговориться, что модель искусственного интеллекта обучается для каждой специальности отдельно, и эта обученная модель будет проверять уже 100% протоколов по данной специальности, сортировать их от худшего к лучшему и выдавать на проверку эксперту только самые плохие протоколы. За счет этого эксперт, проверяя только самые плохие протоколы, сможет найти намного больше ошибок в этих протоколах. Посмотрим, а как изменится подход к контролю качества и безопасности медицинской деятельности после внедрения системы контроля качества. Первый этап внедрения системы контроля качества – это интеграция и настройка интерфейса проверки. По завершению этого этапа эксперты начинают проверять протоколы в удобном интерфейсе, автоматически формируются карты внутреннего контроля по завершении проверки протокола, налаживается непредвзятая проверка протоколов экспертами, эксперты синхронизируются в подходах к проверке между собой. Следующий этап – настраивается детальная статистика и аналитика, настраивается формирование и рассылка врачам отчетов о проверке. Первые три этапа проходят достаточно быстро. Для следующего этапа создания модели искусственного интеллекта потребуется определенное время, которое зависит от того, насколько быстро эксперты разметят необходимое количество протоколов. Но по завершению разметки обучается модель искусственного интеллекта, которая будет выдавать на проверку только самые худшие протоколы. И результатом внедрения системы контроля качества является то, что у руководителя медицинской организации появляется объективная картина качества оказания медицинской помощи. Время на проверку протоколов у экспертов может сократиться в два раза, но при этом количество ошибок, которые эксперты находят, может вырасти в несколько раз за счет того, что система будет автоматически проверять все протоколы, выдавать самые плохие, и эксперты в плохих будут находить намного больше ошибок. И самое главное, что будет регулярно улучшаться качество медицинской помощи в организации. И хочется отметить, что оно будет расти, не только увеличится качество, улучшаться качество оказаемой помощи, но оно будет синхронизироваться между разными филиалами. И подходы к диагностике и лечению в разных филиалах также будут синхронизироваться между собой. Как мы видим из схемы, система контроля качества комплексно подходит к оптимизации всех этапов данного процесса. Высокая эффективность системы контроля качества подтверждена на практике. При использовании системы контроля качества в одной из клиник количество медицинских ошибок сократилось с 13 до 1%. В докторядом доля дефектных протоколов сократилась в 3 раза, а средняя оценка увеличилась с 50 до 90 баллов. Основными частями системы контроля качества является интерфейс для ручной проверки, аналитические отчеты, модуль формирования и рассылки отчетов и модель, которая проверяет протокол автоматически. Рассмотрим данные разделы системы контроля качества более подробно. Интерфейс для ручной проверки протоколов. Протоколов представляет собой веб-страницу с левой части которой находится текст самого протокола. Если есть какие-то важные поля, которые нужно закрепить, можно это сделать, и они будут отображаться сверху. Слева отображаются критерии, по которым проверяются протоколы. Список этих критериев может меняться в зависимости от специальности. Каждый из критериев оценивается по трехбальной шкале, где зеленый кружок – это все хорошо, желтый кружок – есть замечания, и красный кружок – есть критичные замечания. Если эксперт выбирает желтый или красный кружок, то всплывает список наиболее частых замечаний по данному критерию, и эксперту фактически нужно выбрать один или несколько замечаний, и руками ничего печатать практически не нужно. Если эксперт вдруг видит какую-то грубую ошибку при проверке протокола, то сразу можно отметить, что протокол является дефектным, и закончить проверку. По завершению проверки формируется автоматически карта внутреннего контроля. Как уже было сказано ранее, система выдает примерно 5-10% протоколов на повторную проверку другим экспертам. Если при повторной проверке выявляется сильное расхождение, это 10 и более баллов, то система оповещает об этом эксперта, и данные протоколы попадают в специальный интерфейс, где их увидит так называемый суперэксперт. Это наиболее опытный эксперт медицинской организации, который контролирует качество работы во всей медицинской организации и контролирует работу всех экспертов. У него есть специальный раздел в интерфейсе, где отображаются все протоколы с сильным расхождением. Он может зайти в данный протокол. Здесь будет отображаться текст самого протокола, оценка и комментарии первого и второго эксперта. Суперэксперт при необходимости может перепроверить данный протокол и выставить ему финальную оценку. И также по практике могу сказать, что обычно раз в месяц эксперты в клиниках, кто использует нашу систему, собираются, обсуждают данные расхождения, чтобы в будущем их минимизировать. Раздел статистики и аналитики. На данном примере отображается статистика по проверке медицинских протоколов, общая статистика по проверке медицинских протоколов экспертами. То есть тут видно динамика средней оценки при ручной проверке, динамика дефектных протоколов. Также сразу хочу отметить, что данный пример, который отображается на экране и все последующие примеры по статистике и аналитике, их дополнительно можно отфильтровать по клинике по каждой, по специальности, по каким-то временным промежуткам. Также все эти фильтры можно дополнительно между собой как-то совместно использовать. На данном примере отображается статистика проверок экспертов по врачам. То есть здесь фактически отображается информация по каждому врачу и какая средняя оценка у эксперта была при проверке протоколов данного врача. Сколько было проверено протоколов у данного врача, доля дефектных протоколов. То есть это фактически такой рейтинг врачей. Данную информацию можно использовать, например, для того, чтобы дополнительно поощрять тех врачей, кто лучше всего заполняет протоколы и у кого качество оказания медицинской помощи выше всего. На данном примере отображаются причины снижения оценок при ручной проверке. То есть здесь можно увидеть, а в каких критериях чаще всего эксперты делают замечания. Какие эксперты чаще всего делают замечания. При необходимости можно сразу перейти в интерфейс проверки и посмотреть какие-то протоколы там. Но также немаловажно то, что в статистических и аналитических отчетах отображается информация и по работе самих экспертов. То есть, как видно на данном примере, отображается информация о том, сколько эксперты проверили протоколов, какая у них была средняя оценка, какая доля дефектных протоколов, сколько каждый эксперт проверил протоколов в отдельности, какая у него была оценка, динамика этих всех оценок. При настройке системы автоматической проверки протоколов также добавляется в статистику соответствующий раздел по автоматической проверке, где видно, сколько загружено протоколов в систему, сколько из них модель искусственного интеллекта оценила. На данном слайде отображается пример карты внутреннего контроля, которая автоматически формируется при завершении проверки эксперта. В этой карте есть текст самого протокола, есть оценки по каждому из критериев и комментарии экспертов. Подобные карты внутреннего контроля рассылаются всем врачам, которые на основании данных карт могут понять, где они сделали все верно, где допустили какую-либо ошибку. Немного деталь не поговорим о модели, которая автоматически проверяет протоколы. Это модель с применением алгоритмов машинного обучения. Она обучается, как уже ранее было сказано, на реальных протоколах пациентов, и которые проверили реальные эксперты. Оценивает данные модели, пытается воспроизвести работу реальных экспертов и проверять протоколы, как это делали реальные эксперты, размечая протоколы. И после своего обучения модель может отсортировать все протоколы, которые она проверила, от лучшего к худшему. И обычно плохие протоколы расположены в хаотичном порядке в общем. И после работы системы она их сортирует от лучшего к худшему. И в группе самых плохих протоколов, по мнению модели, будет находиться намного больше действительно плохих протоколов с серьезными ошибками. Также хочется отметить, что модель не просто смотрит на заполняемость полей, но понимает и сложные закономерности между данными в самом протоколе. Система контроля качества уже не первый год представлена на рынке и за время своего существования была запущена в шести крупных клиниках. Проведен удачный пилот СМИАЦ Ленинградской области. Экспертами данных клиник проверено более 50 тысяч протоколов. Запущено в эксплуатацию более 20 моделей искусственного интеллекта. Все обученные модели искусственного интеллекта проверили суммарно более 1 миллиона протоколов. Над созданием моделей искусственного интеллекта трудилось более 10 дата-сайенс-специалистов и более 160 медицинских экспертов. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова